всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии рада вас приветствовать а мы продолжаем наше парфюмерное путешествие сегодня я хотела бы с вами поговорить о таком прекрасном парфюмерном доме мему парис и аромате марфа путешествие это цель достижения таким является слоганом парфюмерного дома мему и все ароматы если посмотреть на название то вот они связаны с разными местами континентами разными городами вот например русская кожа тосканская кожа африканская кожа кстати этот парфюмерный дом он является довольно таки распространенным парфюмерным домом где очень много кожаных ароматов и они специализируются и считаются даже что у них самая достойная самая богатая подборка именно кожи вот так вот классно выглядят флаконы с такой табличкой металлической спереди темные флаконы очень классно сделано вот так вот выглядит коробка на самом деле здесь приклеена такая вот открыточка и вот в этой открыточке есть информация об аромате здесь уже стоит что у марфа это является за глазом табирозы этот аромат вода табирозе и его тут немножко составляющие коробка такая идет кожзам здесь очень так сделано классно и по традиции конечно такая подложечка здесь вся информация флаконы 75 миллилитров по моему другой другой рассосовки я даже и не видела марфа это небольшой городок даже очень маленький городок на западе штата техас так он и называется марфа он был основан в 1883 году в качестве остановки железного пути и вот как-то он там разрастался потихонечку в начале двадцатого века там проживала вплоть почти до четырех тысяч человек и вот по переписи сейчас население 2010 года там проживает 1981 человек то есть ну совсем маленький городок но он очень известны там прекрасная архитектура этот центр культуры там есть музей и вот все его знают несмотря на его размеры название такое русское и есть две версии это название города было предложено женой главного архитектора инженера железной дороги и по первой версии на данный момент она читала федора достоевского братья карамазовы и оттуда она взяла имя марфа по другой версии она взяла имя марфа из романа жуль верна михаил строгов и там звали главную героиню марфой аромат был выпущен в 2016 году и этот аромат заявлен как унисекс но если вы посмотрите отзывы и комментарии все говорят но не могут представить себе его на мужчине и скорее всего это женский аромат и он настолько туберозный настолько он цветочный сладкий и трудно ассоциировать этот аромат с мужчиной возможно найдется тип мужчины или может быть какой-то климат подойдет к этому аромату нравится носите я знаю людей которым вот это как-то не мешает они носят ароматы и по ним не скажешь что какой-то женский или мужской аромат у меня даже есть личный пример мой папа он может носить любой аромат в любом количестве женский мужской самый неприятный самый сладкий самый не знаю очень такой ядерный аромат он может поливаться им просто по 10 пшиков делать и вот от него пахнет классно и вот все ему подходит он даже набрызгается супер женским ароматом и никогда не скажет что фу-фу-фу что это вас пахнет женским ароматом его кожа воспринимает любой аромат и звучит это по-мужски по классному и не душит какая бы дозировка не было какой бы ядерный аромат не был и вот если бы я с этим сама бы не встретилась я бы никогда бы не сказала что такое возможно ему можно поставить флакончик женского парфюма он его выпьет и причем очень быстро и вот даже ни у кого не закрадется сомнений что он что-то там слишком по-женски пахнет слишком он какой-то пользуется женской парфюмерии очень ему подходит любой аромат ему любой аромат нравится любой флакон поставь он будет просто от него восторген и настолько универсальная кожа я не знаю обоняние причем он очень реагирует на запахи по запаху ассоциирует и любит чтобы был большой шлейф и от женщины от мужчины пахло вот не знаю вот вот этот аромат я уверена что он смог его носить и я даже скажу попозже про его характеристики именно характер этого аромата который очень схож ну забегая вперед скажем с том фордом и поэтому вполне себе мужской аромат для определенного типа мужчин для определенного типа кожи давайте я уже нанесу и будем тестировать глаз туперозы крышечка кстати просто одевается без магнита тут внутри пластмассовая сидит довольно таки плотно на блатере я кстати его даже на блатере ты не тестировала я его в магазине тестировала на коже и до этого я тестировала очень пахнет каким-то табаком такой прям маскулинный аромат идет как-то для меня это новое не знаю может быть сегодня погода такая на коже он совершенно по-другому звучит по крайней мере у меня верхних нотах цветок апельсина и мандарин очень какой-то кожаный аромат нанесу я его на кожу потому что что-то он на блатере совершенно по-другому звучало до этого я его тоже тестировала было много за тестов я помню что я увидела на полках эти красивые флаконы и протестировала обратила внимание на кожаные ароматы и когда нанесла думаю о классный парфюмерный дом стоит на него обратить внимание эта кожа этот характер мне нравится и конечно кожаные ароматы они такие были более интенсивные сразу же схватила флакон русская кожа причем он такой более маскулинный аромат и напоминает люкс диор пса ваш по моему он напоминает я думаю ой какой резкий скорее всего мужской и даже не унисекс этот глазик марфу я видела в обзорах и у меня он был на виш листе и потом когда я увидела классную скидку я его купила то есть там буквально через год может быть я его раз тестировала и я не помню на тот момент я не знала что мне нравится особо в парфюмерии какие предпочтения у меня есть и какие ноты надо обращать внимание поносив и разносив ароматы я поняла что тубероза и роза в ароматах ну очень такие ноты которые нежелательные или должно быть какое-то специальное сочетание где мне явно не душит роза и где мне явно не душит тубероза я долго думала стоит ли мне брать аромат потому что этот аромат вода туберозе как только я услышала туберозу думаю о нет я так хотела аромат почему я его так хотела ведь там тубероза я потом протестировала его еще перед покупкой была зима было довольно таки холодно и как то тубероза мне сильно не била в нос она была носибельная терпимая думаю классный аромат здесь тубероза не душит суперски потом дело пошло к весне и несмотря на то что весной все равно погода прохладная и может выпасть снег и поменяться очень сильно климат и просто быть жарко и быть холодно тубероза стала более здесь звучной более яркой более презентабельной в этом аромате вот сейчас я специально взяла паузу после того как я набрызгал обычно я брызгаю до этого чтобы уже дошло до сердца и возможно до базы за несколько часов до обзора но здесь я как бы хотела свежие впечатления до этого носила марфу до этого тестировала и и меня немножко под душила тубероза я даже где-то немножко пожалела что я взяла этот аромат я не фанат туберозы и тем не менее у меня в коллекции есть парочку туберозных ароматов бероза и ланг и ланг и агава это сердце этого аромата и в принципе тубероза она звучит всегда кстати в этом аромате мне очень нравится база и даже когда я смываю с руки или с тела этот аромат и туберозу я смываю то очень красивая база люксовая такая приятная сладкая возможно из-за ванили в базе находится ваниль сандал белый мускус и кедр и этот аромат он туберозный но он вполне себе носибельный сейчас когда я сделала пшик я туберозу еще не слышу я подождала время выждала меня очень удивило начало какое-то кожаное то что я раньше не слышала конечно для любителей туберозы им понравится что в этом аромате прекрасная тубероза я стараюсь чтобы там тубероза где-то там на заднем фоне где-то на десятом месте стояла или роза чтобы это не было главной нотой в аромате поэтому как сейчас звучит аромат мне нравится больше для любителя не туберозу у меня есть еще два туберозных аромата любителям туберозы предлагаю присмотреться к аромату или сап из линейки эссенс единственный минус этого аромата то что вот эта линейка она снята с производства прекрасная линейка состоит из девяти ароматов обзор на эту линейку на эти ароматы можете посмотреть по ссылке в инфобоксе я ставлю парфюмером является фрэнсис курчан это когда он еще работал при или сап или там он отдельно работал когда у него не было еще возможно своего парфюмерного дома или как отдельный парфюмер он создавал для других брендов еще свои работы и кстати имея пару ароматов из этой линейки и протестировав и обращаясь к парфюмерному дому самого курчана очень прослеживается характер и работа повторы все что он создавал для или сап часто в ароматах в его я слышу эти ноты также как допустим роза из этой же эксклюзивной или савовской коллекции прослеживается но тоже роза его от сатин муд в парфюме абсолютно тоже также другие ароматы обязательно сделаю подробное видео по этому поводу его ароматы из этой коллекции пользуясь ими я слышала скажем допустим пахнет бакарой базы очень совпадают конечно же он переформулировал на свой лад немножко свои парфюмы но слышится его работы которые создавались раньше и повторяются в его отдельной коллекции в его отдельной линейке рассмотритесь обязательно к этим парфюмом если вы еще где-то найдете другой туберозный аромат это от киллиан обзор также в инфобокс волеву кошму а хотели бы со мной переспать у меня travel версия аромата вот такой вот идет флакончик это аромат туберозы и вот во всех этих трех ароматах конечно же тубероза разная вот в марфе находится тубероза абсолю здесь какие-то свои варианты туберозы давайте вот нанесу вот элисап тубероза но это наверное самый туберозный аромат потому что здесь несмотря на свою пирамиду на большую богатые составляющие этого парфюма вот это действительно как бы он и называется даже тубероза классный аромат я их как-то могу носить по чуть-чуть и дозировано не всегда не на каждый день кстати марфа является также ароматом прекрасным богатым густым но не на каждый день аромат дорогой надеваешь и такое чувство какое-то солидности серьезности строгости аромат такой прям статусный и очень трудно его носить каждый день этот аромат зимний писали осенний и действительно он такой немножко мрачный он такой немножко томный ну должно какое-то что-либо быть меланхоличное настроение или я даже не знаю как описать аромат даже больше какую-то может быть на пасмурную погоду что-то вот мрачное в стиле серж лютен туберозы иногда я пользуюсь для меня он довольно таки тоже тяжелый аромат во первых из-за тубероза во вторых он такой густой густой очень стойкий очень шлейфовый и я его как-то люблю носить зимой потому что зимой но немножко через холод через ветер через морозность как-то тубероза приглушается хотя на холоде зимнее время если в аромате есть другие компоненты тубероза выделяется особо я заметила когда тестировала киллиан летом аромат для меня звучал по-другому там были более пудровые ноты но вот зимой кроме туберозы я не слышала здесь ничего была такая кристальная мыльная чистая тубероза остальные компоненты как-то ушли на задний план его я бы зимой не носила именно из-за туберозы прям вот этот шлейф очень меня утомил в течение нескольких часов а вот летом как-то он в теплое время выдает другие компоненты ноты и не бьет только тубероза и мне тогда легче обновим посмотрим сегодня какая-то прекрасная интересная погода очень звучат для меня ароматы по-другому поэтому обязательно надо протестировать здесь другие присутствуют цветы кроме туберозы поэтому киллиан ну киллиана еще своя специфическая база от которой я устаю что-то мне в его ароматах не нравится но здесь вот сразу пошла тубероза буквально если марфа и элисап они еще как-то раскрываются то здесь в киллиане ну сразу тубероза тубероза более сухая по сравнению с другими у элисап более такая влажная что ли мыльная тубероза более мягкая более нежная какая-то даже идет немножко в медицину в какие-то лекарства аптечная присутствует но тубероза мягкая а вот марфа марфа звучит все еще не по туберозовские то есть из всех трех ароматов марфа она менее менее туберозная сейчас этих ароматов самая носибельная тубероза для меня другими компонентами очень хорошо обыгран и мне она легче переносить не знаю почему у всех какая-то черно золотая окантовка у флаконов обрамление и все тубероза и все каком-то одном стиле и у марфы тоже идет черный золотой флакон прошло 30-40 минут 50 туберозы марфы я еще не слышу аромат такой даже сладкий аромат такой даже немножко конфетный когда потеплела стала плюс 27 я все зимние ароматы запаковала куда подальше в коробочке на полочке думаю ну все пришла весна будем обзор делать весенних ароматов хочу чего-то легкого цветочного потом там стало минус 3 минус 4 выпал снег думаю опять надо доставать все свои зимние флаконы пришла зима не тут-то было весенние ароматы теперь подожду но несмотря на холод несмотря на такую переменчивую погоду все-таки вот зимние ароматы видимо воздух другой солнце другое день другой все равно они не так зашли как они заходят зимой аромат действительно я бы носила холодное время года зимние в осеннее время года вот эти все три аромата они безумно густые безумно интенсивные и представляете я сделала каждого там по одному два пшика и просто я задыхаюсь в этой туберозе это страшный сон для человека который не кайфует настолько от туберозы и не любит туберозу я сижу сейчас в комнате и думаю о нет сейчас все все очень пахнет туберозой и немножко даже стала поддушивать меня это тубероза марфа является самым нейтральным сейчас киллиан очень сразу тубероза и прям вот тубероза наверно самое менее для меня выносимая сейчас в сравнении всех этих тубероз и или сап более мягкая более влажная более сочная аромат марфа из всех мой фаворит но если касается туберозы наверно вот эти два для любителей такого шлейфа и классные туберозы вам как раз эти два аромата очень понравится но киллиан можно везде купить или сап уже нужно поискать очень хорошо когда я носила до этого марфу я от нее уставала мне хватает одного-два пшика и я ее очень хорошо слышу и я наносила не знаю очень странное сочетание на шею я наносила делину а на запястье я наносила марфу и марфа заполняла все и одного пшика если я делину 2-3 пшика наносила и особо ее там не слышала по поводу делины по поводу ее стойкости также посмотрите мой обзор мое разочарование и недовольство а вот марфа просто шла из запястья с рукавов с одежды очень сильно доносился шлейф пахло и чувствовала от себя очень долго много часов обязательно конечно же нужно тестировать в нем есть что-то такое обманчивая потому что я его тестировала несколько раз и такую сильно туберозу я не слышала и я даже не поверила тому что сказали что это кода туберозе что это глаз туберозы и все об этом аромате посвящено туберозе я подумала что ну наверное где-то там далеко тубероза и меня обманули но да бывают погода бывают дни когда этот аромат ну точно туберозный и больше ничего сегодня день такой когда этот аромат не туберозный и вообще другое все играет туберозу я пока не услышала меня марфа очень приятно удивила сегодня я ее буду носить дальше именно весной и летом возможно этот аромат как раз таки будет больше мне нравится такое время года солнечное не скажу что сегодня тепло но солнечно и вот как-то очень классно пахнет приятно сейчас он для меня ну такой носибельный я даже хочу его нанести на шею и сделать пару пшиков очень стойкий очень шлейфов и больше двух пшиков я думаю что я не выдержу но вот по сравнению с другими туберозами или сапки ли он сравнив их сейчас все вместе я очень хочу носить марфу то есть сегодня такое прям настроение марфы представляете настолько меня марфа сегодня удивила и шокировала что я совсем отвлеклась хотела упомянуть о характере этого аромата и почему он может быть запросто мужским и я даже сказала про том ford этот аромат когда я разнашивала я очень заметила и для меня этот аромат звучал очень потом ford овске характере нуар экстрим этот аромат очень похожий здесь также есть ноты что-то от черной орхидеи вот это вот кофейность шоколадность вот эта зимность вот почему этот аромат зимний и довольно таки тяжелый было день когда я носила вот этот аромат и я его не выдерживала но потому что очень такая густота была сильная и вот где-то я ловила себя на мысли что я слышу днк от том ford а поэтому сравнивая арома именно экстрим версию она такая медовая такая сладкая аромат я бы сказала даже унисекс хотя заявлен он как мужской но даже я его носила сама и мне он нравится поэтому марфа в этом плане вполне себе может быть мужской спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии буду рада почитать буду рада пообщаться с вами всем пока до новых встреч